Основной акцент был сделан на территории вокруг учебных заведений города. В частности, на Цветном бульваре в районе 24-й школы. И сам парк привели в порядок. Здесь всегда бывает много людей и утром, и вечером. И несмотря на то, что дворники уборкой занимаются ежедневно, генеральная была просто необходима. Активно помогала молодежь. У нас подготовка к 1 сентября, поэтому мы приводим территории, прилегающие школьным образованием. А также основное внимание – это скверы, парки, гостевые зоны. Работы связаны с благоустройством, покраска лавочек, производство работ по уборке листвы, вывоз скопившегося бытового мусора. Субботники проводились в начале курортного сезона перед встречей гостей Сочи. Как отмечают сами туристы, город удивил их своей ухоженностью. И сейчас, перед бархатным сезоном, вновь необходимо объединить усилия. Причем, когда на общественные работы выходит больше людей, чем обычно, это заметно сразу. Жители города будто договорились сегодня с погодой, которая дала им возможность прибраться в своем доме в более комфортных условиях. Не жарко и даже слегка ветрено. Соответственно, настрой на работу у людей совсем другой. Здесь, на склоне, вблизи улиц Тоннельная и Севастопольская, на субботник вышли исключительно пенсионеры. Они рассказывают, что в их завокзальном районе всегда чисто, потому что контроль с их стороны за порядком всегда есть. Ну а где проблемы появляются, тут же собираются в бригады и наводят чистоту. А вот у жителей Светланы такой любви к своему району нет. Весь склон у пятиэтажки, на лысой горе, в стеклах повсюду бутылки и мусор. Помочь жителям прибыла группа сотрудников муниципальных учреждений, позвав с собой своих детей. Это я просто с мамой на субботник приехала. А мама чем занимается? Мама, у меня медсестра эндокринолога. Решили, потому что тут грязно, решили все почистить. Кстати, в этом месте, признаются активисты, они уже убираются не первый раз. Собственники квартир из своего жилья на субботник никогда не выходят. Соответственно, и бережно относиться к зеленым зонам здесь не заведено. Если бы местные выходили, если бы местные убирали, тогда бы, наверное, было бы все это чище. Потому что склон уже убирает, и по весне убирали склон, и летом убирали, и вот сейчас осенью убирают. Конечно, уже намного чище склон, намного все, но тем не менее стараемся, чтобы было лучше. Это же нам, но это наш город, наш район. А на конечной остановке 92-го маршрута почти домашний комфорт. Кресло кто-то выбросил, его подобрали, хотели сделать удобнее, но вот вышло как-то смешно и неприглядно. Хотелось бы, чтобы люди вели себя более аккуратно, хотелось бы, чтобы не бросали окурки, хотелось бы, чтобы не бросали мусор, не оставляли мусорные пакеты там, где этого не должно быть. Но, к сожалению, культура пока еще оставляет желательнейшего. Кроме рабочих рук была задействована и техника. Только в Хосинском районе 17 машин по вывозу мусора. А на реке Мацеста работал бульдозер. Отремонтированный силами жителей Верхней Мацесты мост, единственный соединяющий поселок с городом, представляет серьезную угрозу в период паводка. Слишком низкий он легко может стать преградой для павающих веток и, соответственно, причиной подтоплений. Администрации города по поручению Анатолия Пахомова, чтобы не сносить восстановленный самими жителями объект, было принято решение почистить русло реки и углубить дно. Для того, чтобы он не стал плотиной во время высоких паводков, нам нужно вычистить подмостовое пространство и расчистить русло реки. Чистку русло реки Мацеста местные жители восприняли с благодарностью. Предстоящая непогода им теперь не страшна. Когда, допустим, дождь проходит, и раньше вот было как, то есть мы просто стояли и ждали, когда вода уйдет, понизится уровень воды. Это могло продолжаться и 2-3 часа, а могло продолжаться и сутки. То, что уже сейчас сделано, это уже большой плюс, что мы уже, так скажем, в зиму войдем более-менее спокойно. Очистка русел горных рек началась в Сочи повсеместно, в преддверии осенних дождей. Такое решение было принято на Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.